доброе утро дорогие друзья на самом деле она для меня не добрая далеко не добрая вот решила поделиться с вами этой информацией надеюсь что информация важная и а каждый для себя решит как ему обезопасить свою жизнь от случайных кредитов которые вы не брали но и от звонков мошенников но если звонки от мошенников я думаю что вы давно знаете что это такое откуда они идут хотя я такие видео часто просматриваю и понимаю что ну я думала что все уже знают об этом как звонят нам по большей части соседнего государства я имею ввиду украину в основном этот колл-центр находится в городе днепропетровске сейчас этот город днепр и это уже доказано и не пишите мне комментарии что говорю я ерунду это так и есть есть такой канал разговоры о стране из комаруха и боярин и там федор очень часто это чат рулетка и там федор часто рассказывает вернее даже не рассказывает а общается именно сотрудниками ну вот с этими сотрудниками колл-центра которые разводят наших пенсионеров и там уже миллиарды рублей вот таких обманутых наших граждан пенсионеров доверчивых которые выросли в советском союзе которые верили всему газетам телевидению и так далее они просто остались без своих денег можно сказать те деньги которые они собирали так скажем себе на смерть у них их просто отобрали это очень очень печально друзья люди остаются даже без квартир я уже не говорю там 100 до 200 тысяч и так далее просто лишаются своего жилья и такие звонки мне тоже поступали я почему-то их не записывала но было бы интересно послушать и звонят якобы из полиции что против вас возбуждается уголовное дело по факту мошенничества был такой звонок лейтенант петренко или кто-то мне звонил вот и фамилии главное же не подбирают русские а именно вот петренко это я как сейчас помню вот против вас там на вас оформляют кредит вот заявка висит нужно срочно что-то делать на что я ему говорю это я еще в москве жила все вопросы решаются по почте высылайте мне повестку по почте и будем потом разговаривать ну естественно на этом все заканчивается ну кому интересно посмотрите эти видео про мошенников их очень много друзья и не попадайтесь пожалуйста на эти уловки сейчас они там уже такую придумали ахинею что якобы существует какой-то единый банк и банки ну они же обвиняют банки что они распространили ваши биометрические данные и теперь на вас висят кредиты и что надо вот эти деньги которые у вас есть перевести вы в этот общий банк ну там друзья целая кинокомедия я когда смотрю это когда мне хочется повеселиться я включаю эти видео про мошенников и смотрю если вы не знаете о них пожалуйста посмотрите эти видеоролики их очень много на канале и пожалуйста распространяйте эти инфа эту информацию особенно среди ваших близких стариков людей которые вообще не знают что такое интернет как что это за такая машина такая диковинка и как могут именно по интернету через интернет через ссылки вот эти вот вирусные могут просто уйти ваши данные и вы можете лишиться ваших средств поэтому не ведитесь на это но это такая предыстория очень хочется астерикте и оберечь наших пенсионеров наших людей которые вот такие доверчивые которые которые на все это ведутся ну а мне сегодня ночью поступила смс от втб банка на с кодом на подтверждение заявки на кредит то есть кто-то оформил я так понимаю на мое имя или пытался оформить кредит и вот последний шаг это вот это смс с кодом когда этот код вы вводите естественно отправляется заявка на оформление кредита в общем я утром сейчас позвонила в этот банк втб разговор я вам сейчас прикреплю вот пожалуйста послушайте и сделайте выводы я при повторном прослушивание своего же разговора поняла что этот сотрудник уже мне врал то есть сначала он мне сказал что у меня оформлена кредитную ну карта карта банка втб может быть вы когда-то там работали где-то и значит не помните и так карта на вас оформлена а потом он мне сказал что никакой карты у меня нет никаких заявок нет никаких кредитов нет ну в общем когда я стала говорить что но все понятно что это просто утечка личных данных вот этих биометрических данных вот и банки я думаю сами банки покупают вот у таких мошенников которые сливают эти может быть у тех же других банков я не знаю как это происходит но то что утечка данных происходит это факт вот если вам хотя бы однажды звонили вот такие мошенники по телефону и они же вас называют по имени отчеству и значит уже у них есть ваши данные я здесь немножко проснул просмотрела ролики вот по поводу закона биометрии и если найду ссылку я вам оставлю значит что нужно сделать причем мужчина говорит что нужно сделать до июня месяца значит нужно сходить в мфц и написать заявление о не распространение ваших биометрических данных то есть вы даете запрет на на распространение ваших биометрических данных там есть такое заявление причем не ошибитесь есть два заявления где вы ну разрешаете как бы регистрацию ваших биометрических данных и второе заявление когда вы отзываете распространение ваших биометрических данных вот именно вы делаете запрет вот этим банкам возможно вы когда-то пользовались кредитами и естественно у вас есть у них вернее есть ваши данные вот этим заявлением вы даете запрет я просмотрела это видео и он там рассказывает вот зайдите на госуслуги и можете проверить себя если регистрация ваших биометрических данных друзья я зашла на госуслуги там под ваши фотографии или под вашим даже если нет фотографий но там профиль да и ваш на госуслугах вот и захожу туда и там где ваши данные фамилия имя отчество и там идет слева такая колоночка и я нашла биометрия есть такая колоночка действительно она есть я захожу туда и там написано не зарегистрирована и система мне говорит если вы хотите зарегистрироваться вот тут я просто хохотала то есть пройдите по ссылке сделайте то-то и тут и это на госуслугах представляете но моих данных пока вот на этих госуслугах нет что я еще сделала но я это сделала еще раньше я вот просматриваю я же говорю что вот это смс пришла мне вчера я вообще такие видео просматривая что можно еще сделать узнать нет ли на вас кредитов оформленных те естественно которые вы сами не оформляли то есть кто-то оформил на вас кредит естественно его не платит так сейчас мне тут нужно монику немножко на тех же госуслугах есть вы можете подать заявку в бюро кредитных историй узнать есть ли на вас кредиты бесплатно вы можете оформить эту заявку всего два раза в год представляете ну каждый день же вы не будете оформлять заявку и смотреть если на вас висят ли на вас кредиты которые вы не брали или нет но тем не менее все таки какое-то спокойствие это вам придаст да я и там оформляла такую заявку но это было еще может быть два-три месяца назад через госуслуги до пришел ответ все кредиты погашены потому что мы я брала кредит на но вот когда мы выкупали долю в квартире я пользовалась кредитом а вообще это ну крайняя мера для меня брать кредит я их боюсь как огня вот только вот в таких вот жизненных ситуациях когда ну я не могу не воспользоваться этим но вот такая ситуация у нас была когда мы выкупали долю в нашей квартире в москве вот и мне пришел ответ что да у вас ну как бы нет кредита и я успокоилась еще один раз я могу вот за этот год подать такую заявку и узнать вот так что друзья не попадайтесь очень вас прошу не попадайтесь на такие уловки мошенников мошенники не дремлют сейчас появляется все больше и больше всяких ну не знаю систем да то есть и сначала звонили из там сбербанка в основном служба безопасности потом когда уже это не стало прокатывать они придумали вот эту систему с единым банком потом звонят из якобы полиции в общем они все все больше и больше придумывают схемы вот эти вот понимаете и обманывают наших людей и все это идет я не побоюсь этого слова что хотите мне делайте потому что я слышу акцент откуда идет звонок как бы они не старались слышится вот этот украинский акцент тем более я которая прожила там 28 лет я очень хорошо и его слышу и для меня это понятно откуда звонок и кто его этот звонок производит вот очень обидно за людей которых обманули которых оставили даже без квартир друзья вы вообще представляете что такое остаться без жилья я вообще не представляю что такое остаться без крыши над головой что с этими людьми многих уже даже нет ну потому что такое пережить согласитесь очень очень сложно вот я не знаю пойду ли я в мфц значит оставлять это заявление мне кажется что система уже настолько ко всему этому готова поможет ли это заявление или не поможет я не знаю я просто не знаю идет просто колоссальная утечка наших биометрических данных но а дальше все все понятно не хочу раскрывать эту тему дальше что может быть с нашей собственностью при таком раскладе сейчас уже даже нет свидетельство о собственности раньше выдавали до при покупке там квартиры или дома сейчас даже этого нет все в электронном каком-то формате который я думаю что очень 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 легко взломать и развести людей и потом никак никак не докажешь я смотрю видео смотрела видео конечно же уже не вспомню о людях которые вот подверглись вот такому мошенническому обману люди на которых взяли кредиты парень там рассказывал как он проходил эти круги ада что ему стоило доказать что он не верблюд что это не он брал кредит сколько он денег и самое главное своего здоровья своих нервов потратил на то чтобы доказать что это не он брал кредит и что естественно он его выплачивать не будет это это просто какой-то кошмар и как себя обезопасить я не знаю но вы вот сейчас прослушайте этот разговор и поймете что уже в этом разговоре сотрудник банка просто нагло мне врал я как бы выяснила свое он мне подтвердил что нет никаких заявок нет никаких кредитов но то что он сказал в начале что якобы у меня есть какая-то карта а потом сказал что у меня ничего нет вы это услышите вот в этом разговоре который я сейчас прикреплю к этому видео так что я вам желаю не попадаться на не ведитесь на вот эти телефонные звонки даже если они будут вам у них есть данные там знаете как они ну шантажируют у вас вот такая-то машина с таким-то номером у них все эти данные идет просто колоссальный слив данных и вы будете думать о наверное да это из полиции откуда он там знает мой адрес откуда он знает марку моей машины там или номер или еще что то не ведитесь на это все только лучше обратиться самому пойти в банк самому пойти в полицию в конце концов но по телефону никакие вообще операции не производите и не решайте вот я же говорю вот этот лейтенант петренко мне когда звонил и когда я ему сказала только через повестку вы знаете мой адрес присылайте повестку в бумажном формате а потом будем разговаривать и сразу же разговор естественно прекратился вот один раз под лёшиком гуляли по парку и тоже поступил такой звонок вы вот сейчас находитесь в москве а буквально пять минут назад было из самары перевод денег там три тысячи рублей вам там знаком иванов иван иванович вот я говорю да знаком это я переводила ему деньги так что не переживайте благодарю вас за вашу внимательность и за то что вы следите за моими деньгами ну естественно на этом разговор тоже прекратился но я смотрю эти видео с этим троллингом вот этих вот из колл-центра товарищи якобы сотрудников банка сотрудников полиции сотрудников колл-центра и просто угораю над ними вот потом еще есть такой троллинг акции там продают газпрома вот вы заработаете там 20 процентов вы нам отдадите там 80 процентов такой пассивный заработок у вас купите акции наш менеджер все подскажет когда вам их продать когда значит купить но в общем еще вот такой вид мошенничество есть это вообще я я просто там хохотом хохочу как умные люди которые в этом во всем разбираются как они их троллят вот так что будет будьте юридически грамотными хотя бы маломальски чуть-чуть хотя бы соображающими подкованными и никогда не ведитесь на вот такие телефонные звонки ну а я сейчас прикреплю вам вот этот запись нашего разговора сотрудникам его зовут виктор по моему банка втб послушайте как наглядный пример сделайте выводы и я желаю вам спокойной жизни чтобы вы спокойно спали и радовались жизни я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока-пока бтб виктор здравствуйте алё здравствуйте меня зовут елена ивановна мне сегодня ночью пришла смс от вашего банка с подтверждающим кодом на я как поняла на заявку на кредит хотела бы узнать кто-то пытался оформить кредит на меня или почему такая смс пришла так скажите вы являетесь клиентом банка нет никогда не являлась вот в том-то и дело понял но возможно смотрите то есть возможно кто-то подавал заявку через сайт наш и возможно указал неверный номер телефона а именно то есть ошибся в какой-то цифре и поэтому вам и данное смс поступило вы можете данное сообщение удалить а можно а можно проверить все таки по моей фамилии имени отчеству узнать оформлен ли у меня кредит в вашем банке да конечно давайте проверим назовите пожалуйста помимо отчество сидникова и но это понятно все я их просто такие звонки троллю я это вообще не считаю что это звонки это понятно что это звонки не от банка вообще были звонки ну я не знаю может быть год назад девушка у вас никаких не вижу не было заявок единственно что есть предложение банка на кредитную карту с лимитом 165 тысяч но это только предложение от банка а почему на мое имя предложение да а вот смотрите у меня есть еще я сейчас когда получила эту смс стала прочитывать там еще одна есть смс и почему-то обращение сергей приведите там друга что-то такое и оформите кредитную карту вам в общем тысячи рублей на карту что-то вот в таком роде то есть два сообщения от вашего банка хотя я никогда не являлась не обращалась вообще никогда не обращалась ваш банк понимаете может быть вы говорите об этой смс ну об этом предложении ну нет я вижу что у нас определились как клиент может быть когда-то вы оформляли карту зарплатную нет может рамка зарплатного проекта нет это точно карточка есть открытая да да это точно нет никаких карт у меня никогда не было вот для меня это вообще загадка заявок тоже я не вижу никаких у вас а что за карта это уже интересно карты никакой у вас нет так но карты нет у вас и счетов тоже нет никаких но вы говорите карту оформляли у нас определились я вижу да да а как я могу определиться у вас как клиент если нет ни счетов ни карт тут не могу как-то прокомментировать у меня нет такой информации не ну чтобы подождите чтобы являться клиентом должен быть какой-то продукт банка оформлен правильно ну логично да но здесь продуктов я не вижу чтобы каких-то было оформлено очень интересно очень просто интересно то есть никаких счетов никаких карт никаких кредитов вы подтверждаете что в банке втб у меня нет правильно все верно никаких заявок никаких кредитов никаких продуктов на вас не оформлено ничего такого ну тем не менее я клиент вашего банка да ну да ваши данные вот у нас есть как клиента все понятно теперь мне понятен тот звонок девушки из соседнего государства я так поняла я так предполагаю что сливаются данные просто паспортные ну так скажем биометрические данные и каким-то образом после этого я стала клиентом вашего банка и я прекрасно теперь вспоминаю этот звонок скорее всего девушки из днепра да я понимаю что вам хочется закончить этот разговор потому что разговор переходит в неприятное русло даже вы не смогли прокомментировать этот факт то что я клиент но я как бы и не клиент нет спасибо все достаточно понятно всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания Mhm до свидания до свидания Продолжение следует...